Сегодня мы с вами в двух словах поговорим о 103-м листе страниц трактата Баба Митсия. И здесь очередной перик заканчивается, 8-й начинается, 9-й. Я только в двух словах расскажу про Мишнает в основном. У меня нет особых и душем здесь, и много очень технических деталей. Значит, 103-я страница заканчивается еще одной Мишной, которая небольшой совсем отрывок Талмуда, а именно про человек, который сдал другому дом. И этот дом упал, и он должен ему тогда поставить другой дом. Но тут есть тоже свои нюансы и детали, в каких случаях действительно это относится. Опять же, все это выходит за рамки нашего урока. Значит, новый перик, он обсуждает, 9-я глава трактата, он обсуждает в основном законы, когда кто-то брал в аренду землю и платил частично урожаю. Вообще, у них были разные варианты, как было принято делать. Ну, наверное, и сейчас такое существует в каких-то ситуациях. А именно, бывает, что человек, скажем, арендует чью-то землю и договаривается, что он даст, допустим, часть урожая хозяину, а часть урожая пойдет арендующему. Потом бывает, что они на какой-то конкретный объем урожая на это договорились. То есть, не процент, не треть, там, две трети, как-то так, а просто фиксированное количество, что вот за столько-то и столько-то урожая я у тебя снимаю землю, а все остальное мое. Так тоже они договаривались. Если вы посмотрите первый комментарий Раши к нашей Мишне, он говорит, что вот наша Мишна включает оба варианта. Скажем, то, что называется Арисут, это первый вариант, когда на процент урожая работает Арис, человек, который работал на чужом поле, назывался Арис. Или то, что называется Хакирот, это когда он столько-то и столько-то кор. Кор это объем большой зерна. Столько и столько коров зерна даст за использование чужой земли, а все остальное будет ему. И тут основной смысл, что все зависит от Минхага, как там принято, что именно делать, тот, кто арендует землю, что он должен делать, и в том числе, как они потом делят то, что выросло. И говорится, что они не только делят сам виноград, допустим, если это виноградная лоза была на этой земле, но и палочки и тому подобное. Я вдаваться, опять же, в детали всего этого не буду. Еще одно Мишно в самом конце страницы, что человек, который принимает работать на чьей-то земле, которая называется бейта-шиллахим. Это тип земли у них был, когда он наращается каким-то, допустим, ручьем, как источником воды, который рядом. Да, какой-то ключ там рядом есть. Так вот, если оказалось в результате, что высох этот источник воды, и теперь все приходится самому человеку поливать, доставать тогда, откуда он может достать воду и нести на эту землю. Вообще, бейта-шиллахим, это земляк, объясняет, рашей, которой недостаточно дождевой воды. Вот. Есть, видимо, такие земли, которые в местах, где постоянно достаточно было дождя, у них в Израиле идет дождь только в примерно половину года, как мы знаем, поэтому и просят дождь только в этот период времени. Но, тем не менее, если дождь идет нормальный в этот период года, с осени до весны, то в некоторых полях больше ничего делать и не нужно, достаточно дождя. А есть поля сухие, которые зависят от источников воды и земли, или от того, что человек будет специально носить тогда воду и поливать. Так вот, бейта-шиллахим, это вот такой тип поля. То есть, изначально человек понимает, что дождя не хватит, чтобы это поле орошать. Так вот, если он ничего не сказал, никаких условий не сделал, и оказалось, что высох в результате этот источник воды, и теперь все он на своих плечах носит, то ему ничего не уменьшают из его платы. И также, если это было поле, которое имело деревья, что большой плюс для арендатора, потому что, кроме того, что он там зерно сажает везде, но вдобавок деревья, они сами дают плоды, там меньше нужно работать. И поэтому он, наверное, договорился, что больше будет платить за такое хорошее поле. Так вот, если там были деревья, они потом были срублены, то он не может сказать, что я на таких условиях не согласен работать. Теперь давай уменьшай цену. Раз он ничего не сказал, когда это поле арендовал, то значит, остается та же самая плата. А вот если он сказал мне фураж, когда снимал, да, я у тебя снимаю поле, допустим, за пять килограмм пшени, за пятьсот килограмм пшеницы, например, в год, я у тебя снимаю поле, которое бейташилахим, именно подчеркнул, что это бейташилахим, что есть источник воды рядом, из которого он будет поливать, получается. Или что это поле бейтайлан. Тогда, если нету теперь источника воды или лесосугленные деревья, то он уже ему вычитают из платы, на которую договорились. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится это видео, пожалуйста, возьмите лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!